Девушки отдыхают Потому что ваша подписка вам ничего не стоит А для меня это огромный вклад в развитие моего канала Спасибо вам большое за понимание И спасибо за то, что подписались В отношении Дефендеров могу сказать следующее Танки, которые предоставят вам уникальный геймплей И подобного геймплея вы не найдете ни на одной другой машине в нашей игре Именно в этом кайф Дефендеров По TSL 7 я выставил обзор Буквально через 7 минут после того, как машина появилась в контейнерах в игре И вы уже можете перейти по ссылочке, которая есть в описании И посмотреть абсолютно честный обзорчик на данную машину Больше чем уверен, вы поймете, что это за тачка И примете для себя решение, а стоит ли покупать контейнеры Для того, чтобы рисковать и пытаться достать эту машину из них Здесь, ребят, рекомендовать не буду покупать контейнеры Потому что я рекомендую всегда не контейнеры открывать А покупать машины непосредственно в самом магазине Так вы точно знаете, за какую цену и что вы поставите себе в ангар Первое, что стоит обсудить, это набор за 25 тысяч голды на 5 Дефендеров Шестого Дефендера, как я уже сказал, вы сможете достать только из контейнера Пока на прямую продажу машина выступать не будет В отношении этого набора могу сказать только одно Если бы части этих Дефендеров у меня лично не было То я бы абсолютно спокойно за 25 тысяч покупал данный набор И не потому, что у меня много голды А просто потому, что усредненно получается по 5 тысяч за машину С иксами и открытым всем оборудованием Крайне крутое предложение И да, действительно, стоит его приобрести Но что делать, если 25 тысяч у вас нет А Дефендера какого-то приобрести себе хотелось бы Давайте будем обсуждать машины каждую по отдельности И ссылки на обзоры на каждую из этих машин Вы найдете, опять-таки, в описании под этим видео Если вы абсолютно средниковый танкист, так же, как и я То по этим обзорам, поверьте, вы сможете понять Стоит ли покупать тот или иной Дефендер Что он вам принесет и какие ощущения от боев у вас будут В отношении Дефендера Господи, как он там считается правильно? Карнервон Вот, наверное, вот так Короче, в отношении Карнервона 10 тысяч голды Это немножко завышенный ценник Объективно машина стоит тысяч 8 Но его оценят в 10 только потому, что это предпоследний Дефендер Который выходил И разработчики пытаются на него продолжать держать планочку В отношении ценника Ну а дальше определяйтесь самостоятельно Стоит ли переплачивать за данную машину Мне танк понравился Веселый, фановый, хороший Да, не обладающий Дефендеровской броней Но в то же время вполне себе играбельный Против девяток тащит с трудом Но периодически может, если есть качественная поддержка от ваших союзников Поэтому Карнервон явно не на первом месте В отношении АМХ Дефендера АМХ Дефендер крайне сложно реализуемая машина Да, он стоит своих 7500 У него бодрый классный барабан И я бы сказал приемлемая подвижность Хотелось бы, чтобы все-таки передвигался немножко побыстрее 7500, как я уже сказал, цена объективная Но далеко не каждый танкист сможет справиться с этой машиной Посмотрите обзор и поймете почему Если мы говорим с вами про Дефендера МК-1 То, наверное, на сегодняшний день Это лучший из Дефендеров, который есть Если не брать в учет новую машину Которую выставили сейчас в контейнерах Очень бодрое орудие на 4 снаряда Классно играет броней Великолепно передвигается по карте И да, действительно крайне удачная машина С очень хорошими задатками на то, чтобы быть лидером в своей команде 7500 я считаю вполне нормальной ценой на сегодняшний день для данной тачки И да, вот этого товарища я как раз и ставлю на первое место Из тех Дефендеров, которые сейчас есть И, соответственно, его первым рекомендую приобретать себе танкистом В отношении Т-28 Дефендер На сегодняшний день очень сильно морально устаревшая тачка Имеет барабан Но при этом всем скорость перезарядки между собой снарядов в барабане Крайне унылая и играешь как на цикличном орудии А периодически уходишь на долгую перезарядку всего магазина При этом обладает очень крутой броней Против семерок-восьмерок играется практически налегке Да, не обладает подвижностью, но она ему и не нужна Его смысл заключается в том, чтобы занять какую-то позицию где-нибудь в проезде В улочках и держать эту позицию до прихода своих союзников Если вдруг рядом их изначально не оказалось Но и в отношении ИСа третьего защитника ИС-третий защитник Немножечко интереснее, нежели Т-28 Это тяж, который является породистым тяжом Недавно его ребалансили, апнули ему броню Но все-таки лучше апнули бы ему показатели по орудию Потому что здесь, ребят, действительно не очень весело Точно так же, как и в Т-28 Дефендере Вы имеете барабан, в котором время перезарядки снарядов между собой Оставляет желать лучшего И если посмотреть на технические характеристики То целых 7,5 секунд Кто-то скажет, хорошая альфа 400 единиц Но, ребят, в отношении времени перезарядки Пускай на несколько секундочек Быстрее, нежели у цикличных орудий С такой же альфой Но потом вы уходите на перезарядку на целых 23 секунды И это действительно очень долго Так что, ребят, ИСа третьего защитника Даже на второе место не поставим Так давайте все-таки подведем итоги Кого и в какой поочередности брать Если у вас нет вообще ни одного танка Ну или если есть какой-то танк То, соответственно, можете его пропустить Моя градация приблизительно следующая На первое место Дефендер МК-1 На второе место я бы закинул Корнервона Дефендера На третье место я бы поставил АМХ Дефендера Но только для тех танкистов Которые действительно умеют играть на легких танках Ну и завершают данный список ИС-3 Защитник и Т-28 Дефендер Напишите в комментариях Какие машины у вас есть Какие танки вы решили себе покупать Или напишите свой список Порядки очередности Покупки данных транспортных средств Если их можно так называть Лично по вашему мнению Я думаю, ваше мнение будет интересно Другим зрителям Для того, чтобы принять взвешенное решение Стараюсь специально для вас И очень надеюсь на то, что вы подпишетесь на канал И поддержите меня своим лайком Мне будет очень приятно Мира вам, друзья мои И обязательно спокойствия Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok